Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий священник Сергий Рыбаков. В прошлый понедельник мы начали разговор о Федоре Михайловиче Достоевском ввиду того, что 2021 год, 2021 год, юбилейный, 200 лет со дня рождения, празднуемый всей нашей культурной страной. И, понятное дело, что пропустить этот юбилей, как-то его не обозначить, не поговорить о том писателе, как мы в прошлой нашей передаче выяснили, который был учителем многих святых и не святых и крайне любим среди православной общественности, ну, было бы глупо, если бы мы ему не уделили время в нашей передаче. В прошлый раз мы говорили о истоках идей, о том, как проходил писательский путь Федора Михайловича, говорили о том, какие основные события его жизни, ну, повлияли на то, о чем он писал, о чем он думал, о чем он страдал, переживал и так далее. Сегодня захотелось поговорить о так называемых проклятых, или гамлетовских еще их называют, вопросах, которые поднимает Федор Михайлович. Сразу в преамбуле скажем, что есть философские вопросы, которые, как правило, абстрактны и, как правило, не затрагивают жизни конкретного человека. Ну, извечная, например, загадка. На одном железнодорожном пути лежит один человек, на другом три, вагонетка несется, на какой путь ее направить? Убить лучше одного или трех? И этот вопрос очень абстрактный, потому что он не затрагивает никаких жизненных, важных реалий тебя, которые решают эту задачу. Достоевский же ставит проклятые вопросы, гамлетовские вопросы, которые касаются конкретно тебя, читателя, который открывает ту или иную книгу этого автора. И вот об этих вопросах мы поговорим с преподавателем Самарской духовной семинарии, с кандидатом фидологических наук Екатериной Александровны Щипальевной. Здравствуйте, Екатерина Александровна, вновь. Здравствуйте, дорогие телезрители. Такая долгая, вводная у меня, я прошу прощения. Мы просто договорились с вами, что все произведения и даже вот то самое пятокнижи, известных романов Федора Михайловича, мы просто физически не сможем разобрать в рамках 30-минутной, даже часовой, даже двухчасовой и трехчасовой передачи. Поэтому мы возьмем какие-то судьбоносные, важные для самого Достоевского и главные для тех, кто его читает, вопросы, которые он перед нами ставит. Это вопросы, от разрешения которых, поэтому они называются экзистенциальными или проклятыми вопросами, от разрешения или неразрешения которых. Человек становится чуть более человеком или чуть менее человеком. Я буду, ну, сформировал некий список своих вот этих вопросов. Понятно, что я не литературовед, не филолог, не дипломированный специалист. И, может быть, что-то я упущу и буду благодарен, если какие-то вопросы, которые вам, как специалисту филологии, будут казаться важными. Если вы их в том числе сами поставите, мы, может быть, их обсудим на материале произведения Федора Михайловича. Но вот первый вопрос, мы с вами в прошлый раз сказали, что самая главная, самая фундаментальная тема, которая заботит Достоевского, потому что этим вопросом он задался о себе самом, будучи на пороге смерти, за пять минут до казни он переживает все, он вспоминает всю свою жизнь, а потом на каторге, читая Евангелие, фактически собеседует со Христом в течение долгих четырех лет. Это тема человека, тема человека, человечности во всем спектре этой темы. И вот первый проклятый вопрос, что же такое человек? Как для Достоевского, как Достоевский его этот вопрос разрешает для себя самого? Да, в общем-то этот человечный вопрос волнует не только Достоевского, это вечный, проблематичный вопрос и для любой культуры, в том числе и для XIX века, и для нас с вами. Поэтому, как мы в прошлой передаче сказали, Достоевский современному читателю должен быть интересен естественным образом. Поиски и разрешения этой проблемы, попытка свести человека к какой-либо формулировке, вот и есть главная ошибка. И ее, можно сказать, в начале своего пути Достоевский пытается избежать, и удается ли ему это или нет. Тут можно разные тоже взгляды встретить. Мы тоже в прошлой передаче немного об этом сказали, что, скажем так, попытка продемонстрировать, что человек – это совокупность неких обстоятельств вокруг него. Да, ты вырос в этой среде, поэтому, ну, куда деваться с Соней Мармеладовой? Пойдет по желтому билету. И этим ли только, да, можно обозначить выбор Сони? Если выбора не было, или же он был, но она решила по-другому, по каким-то иным причинам. Так вот, Достоевский более поздний период своего творчества, мы сказали, как раз в 1860-х уже больше, приходит к мысли о том, что человек не сводим в какой-либо конкретной формулировке. И поиск, и определение такое терминологическое сразу же объединяет это определение. И, соответственно, если терминологически мы это определить не можем, то у нас есть некий ориентир, некий образ личности, на которую мы можем смотреть. Это, конечно, Христос. И вот соответствует ли человек образу и подобию Божию, есть ли в нем хотя бы какие-то попытки прояснить себе лик? Потому что мы видим, что все герои Достоевского лик в себе до конца, например, не прояснили. Тогда обвиняющие его творчество читатели могут задать вопрос, ну и где же там положительный человек? Так он сам о себе так писал. Конечно. Он говорит, я пытаюсь найти в жизни хоть одного такого похожего, там, на Мышкина, например, который просто, несмотря на весь ужас, который его окружает и с которым он сталкивается, будет сохранять ту же надежду, ту же любовь и ту же простоту. И, к сожалению, с таким сожалению, он говорит, найду ли я вообще в своей жизни хоть одного такого похожего? Ну вот это интересный момент, потому что, кстати, и старец Зосима в романе «Братья Карамазовы» не случайно в поучениях такие вот мысли излагает о том, что, ну, перефразируем, да, там неполная цитата, если даже твой свет не найдет отклика вот сейчас, пока ты живешь, это не значит, что он пропал. То есть даже если мы не найдем таких людей рядом с собой, это не значит, что их в принципе нет, да, и это не значит, что все зря. Вот поэтому вот такое вот понимание человека как некой тайны, не сводимой к какой-то конкретной формулировке, и мы находим у Достоевского вот... Ну да, это вот, наверное, одно из самых таких ярких и известных определений его, что человек есть тайна. Но я бы хотел, чтобы вы, опять же, как специалист прокомментировали, например, такую его фразу, что широк человек я бы сузил, слишком широк. Что имелось в виду, и каким образом он его пытается сузить, что он в это вкладывает. Ну и, наверное, фраза «подлец человек ко всему привыкает», вот, и... Ну и подлец тот, кто его подлецом называет. Вот как эти две фразы мы могли бы прокомментировать? Что имеет в виду Федор Михайлович? Ну, мы видим даже в самих формулировках уже некие антонимы, да? Да-да-да. Опять, бытие на контрасте, да? Широкий, узкий, подлец, но в то же время тот, кто назвал подлецом, сам, значит, подлец. И, в общем-то, эти моменты не случайны. Вот эта удвойственность человеческой натуры, она проступает даже и в этих изречениях Достоевского, и она для него, ну, естественно, что ли, почему? Потому что вот эта борьба, ну, знаменитые высказания тоже из романа «Братья Карамазовы», тут дьявол с Богом борется о поле битвы сердца людей. Вот как мы можем избежать этих противоречий, если человеческая природа, поврежденная грехом, двойственна. И, собственно, гармонизировать ее может только вот это движение, да, в пасхальном ключе, которое намечается в его как раз Великом Пятикнижии в большей степени. Вот эта вот попытка сузить, ну, я думаю, в каком-то смысле Достоевский, наверное, хотел бы, чтобы человек управлял свободой своей воли, да, не так, как это делают герои-идеологи. Можно предположить, да, что он, наверное, этого бы желал. И вот это понимание свободы человека как ни дело, ни е, не потому что не могу, да, а потому что сознательно не выбираю, вот это, наверное, и ждет. Ну, и тут вот, мне кажется, мы в прошлый раз ввели термин хронотопа. Вот, может быть, если хронос откинуть, время откинуть, а именно взять некую топонимику, то мы предполагаем, что широта – это когда человек расползается, то есть когда он растет в горизонтали. Когда мы его пытаемся сузить, хошь-не хошь, но он хоть на сколько-то там, на 10, на 20, на 30 сантиметров, метров, он вырастает в вертикаль. То есть это попытка, условно говоря, всю широту человеческую, когда он занимается всеми проблемами, например, этого мира, в том числе проблемами быта, выживания, существования, он стремится взять и сузить до проблем экзистенциальных, жизненных, то есть именно жизнеобразующих, и сделать, выстроить некую вертикаль. Может быть, это то отчасти, что митрополит Антоний, я очень часто эту цитатую привожу, но уж очень эта метафора точная, четкая, бьющая в сердце, что задача человека – вернуться под собственную кожу. То есть, опять же, мы расползаемся из-под кожи, и вот попытка вернуться в некую точку, сузиться и выстроить вертикаль, может быть, именно это имеется в виду. А что вот как, опять же, нам Федор Михайлович подсказывает или не подсказывает, говорит нам, что расчеловечивает человека? Вот в его произведениях мы видим и то, как человек способен очеловечиться, в этом смысле тоже я уже здесь неоднократно как-то вспоминал Мамардашвили, который, говорил, определял человека как практику собирания себя. То есть, вот он собирает себя, конструирует себя с конкретными какими-то действиями освоения, присвоения, усвоения тех врожденных качеств. Ну, например, недостаточно родиться свободным, эту свободу еще нужно освоить, усвоить, присвоить, как присваивают, как, не знаю, объезжают скакуна. И вот в этом смысле, мне кажется, Достоевский абсолютно в этом ключе, может быть, понят. Нет. Только вот очень важно понять на материале его произведений, что расчеловечивает человека, а что способствует вот этому выстраиванию, собиранию себя, как вам кажется? Ну, вот, наверное, какой-то один конкретный момент, да, который расчеловечил раз и навсегда, найти невозможно. Это, скажем так, постоянное, что ли, отступление от истины. Вот если у человека этого ощущения истины в себе нет, оно не выстроено, то есть, скажем так, он слишком распластался и расширился, то в таком случае расчеловечивание будет неумолимые масштабы принимать. И мы это видим как раз на примере многих произведений. Вот перед нами типичные герои-идеологи, как принято называть, главных героев Достоевского. Он тот же Раскольников, всем известный, я думаю, уж преступление-наказание все телезрители, скорее всего, знают. И вот ему дается некая свобода, выбора, поступать так, как он наметил в своей теории или нет. Его никто в этом, в принципе, не ограничивает. И проверить себя, проверить свою теорию он тоже может. Опять же, никаких, якобы, препятствий нет. А почему нет? И вот тут же возникает вопрос о свободе, которую мы только что по пониманию сказали. Если Бога нет, то все позволено. А я вот слышал, что эта фраза искажена. Что, условно говоря, во-первых, ее приписывают Достоевскому, хотя ее надо приписывать одному из героев. Из героев, конечно. И он говорит о том, что... Сейчас вот только бы вспомнить. Это братья Карамазовы. Уничтожь веру... Вот я просто пытаюсь вспомнить. То ли веру в Царство Божие, то ли в вечность, то ли... А, уничтожь веру в вечную жизнь, и тогда все иссякнет. Тогда все будет, ну, условно говоря, будет поставлено под вопрос. Ну, то есть здесь вот несколько иначе звучит эта фраза. Вот даже вот этот пример с Раскольниковым, который вы привели, мне кажется, очень показательно, что для Достоевского, наверное, самым главным пороком, ну, или одним из самых главных пороков, и который ведет, собственно говоря, к расчеловечиванию человека, когда человек занят вопросом самоутверждения. Потому что даже вот в этом акте, да, то есть какую нужно уничтожить веру? Веру в то, что я буду жить вечно. Вот уничтожь это в человеке, тогда будет дозволено все. Тогда он себе разрешит все. Но до тех пор, пока его, условно говоря, собирает, стягивает как обручи бочки память о том, что ему еще надо перейти в жизнь вечную, и что он будет жить вечно, и что, условно говоря, там надо будет давать какие-то ответы за что-то, вот, то вот эти обручи стягивают и позволяют не иссякнуть человечности, расчеловечиться человеку и пуститься во все тяжкие. Раскольников стоит перед вопросом, тварь или я дрожащая, или право имею, да, та же самая попытка самоутвердиться. В «Бедных людях», по-моему, да, главный герой задается вопросом, «Миру ли быть или мне чайку попить?» Да пусть весь мир провалится, а чай я должен пить. Да, ну, то есть такая... Это, кстати говоря, опять же, автобиографическая штука, да, то есть когда ему отец отказал в том, чтобы прислать деньги хотя бы на чай, он эту фразу взял и вложил в уста главного героя. Вот как вам кажется, помимо самоутверждения, или, может быть, есть еще более яркие примеры того, как человек пытается самоутвердиться в произведениях Достоевского и ведет его к абсолютному, тотальному расчеловечиванию? Что мы еще можем привести в список Раскольникова? Конечно, мы сказали, да, теории, то есть в первую очередь герои создают в себе некий мир, в котором они правят. Это различные герои-идеологи, там целая плеяда выстраивается, и Раскольников в «Преступление и наказание», и, например, Иван Карамазов, да, тоже знаменитый в романе «Братья Карамазовы», и упоминаем уже сегодня Ставрогин, Кириллов и другие бесы в романе «Бесы» и так далее. Я думаю, здесь такой момент связан, может быть, не только с теоретической попыткой, да, там создать некий мир, в котором я правлю, а потом реализовать, да, это вообще состояние человека, одержимого некими страстями, да, которые для достижения утверждения собственной гордыни готовы пойти на все. И вот один из, наверное, самых ярких примеров, на мой взгляд, это поведение Рогожина и его подход, да, к убийству Настасьи Филипповны, если просмотреть текст произведения не так, как мы привыкли, да, ну, в общем, детективно, когда же это случится? Он, оказывается, давно хотел ее убить, что-то не убивает, давайте подождем. Это, в общем, такой типичный, что ли, взгляд, может быть, да, на произведение писателя. А здесь все крутится-то не только вокруг мысли об убийстве только лишь человека. Речь идет о том, что он вначале убивает себя, да, мысленно, так же, как Раскольник говорит, я не себя убил, я старушонку убивая, да, себя убил. Кстати, эта же мысль даже есть не в героях-гидеологах, да, когда Ставрогин вращает девочку маленькую, она потом скажет, что она Бога в себе убила, то есть став соучастницей этого преступления. Да, войдя в эти отношения, да, кулачочком. Да, грозит. И вот, собственно говоря, с Рогожиным такая же ситуация, только она, может быть, не осмысляется вот на таком вот теоретическом, что ли, уровне. То есть мы не видим, там, нет статей Рогожиным о том, как, например, он готовил убийство, да, и там, и создал какую-то теорию. Но вот важный такой вот библейский момент, опять же, о воскресенье и о личной Пасхе возникает в тексте романа. Кстати, на него практически внимания не обращают. Ну, по крайней мере, в школьной практике, в вузовской все-таки это есть, в школе особо идет и не читают, да, это такой внеклассный момент, по желанию, по крайней мере, так было на данный момент. Это картина Ганса Гальбейна «Мертвый Христос», которая, в принципе, вроде бы не особое внимание, на наш взгляд, может привлечь, да, и где-то там мельком мы вставку эту видим в тексте при посещении квартиры Рогожина. А он же, Достоевский же очень любил эту картину, он же... Да, он ее видел сам. Видел сам, присутствовал, и в течение нескольких часов не мог от нее отойти. Совершенно верно. То есть по воспоминаниям его второй жены, как раз она, Григорьевна, пишет о том, что он даже на стул встал, стал разглядывать, и его ощущение, которое он испытал при просмотре этой картины, было сродни тому, что он испытал при приступе эпилепсии. То есть она уже посмотрела на него, поняла, что скоро, наверное, начнется. Настолько опасное влияние она на него имела. Вот если к самой картине обратиться, что же на ней такого страшного? Там изображен Христос, мертвый Христос. Такая уже антиномичная вещь, да, для православного христианского вообще сознания в целом. То есть мы-то понимаем, что Христа воскрешен, мы привыкли видеть, а здесь все по-другому. Причем он изображен не просто мертвым, а таким, который, в принципе, не может воскреснуть, наверное. Потому что перед нами практически трупные пятна разложения, неприятная достаточно картина, нет какой-то иконечности, что ли. Это некоторые называются антииконой. И вот именно она висит у Рогожина, на нее обращает внимание князь Лев Мышкин и удивляется. Да если на такую картину постоянно смотреть, веру самого пропадет. Намек, да, что здесь последует, конечно же, убийство, в первую очередь через, скажем так, непонимание, что ли, вот этого вечного, да, загробной участи человека, воскресенья. Ну и знаменитое высказывание, да, связано как раз христианское с чем, что если Христос не воскрес, то, в общем-то... И вот этот намек, который не является какой-то, знаете, нравоучительно огромной вставкой в тексте, как детальник отдается... Вот, честно, я ее даже... Сейчас вот вы рассказываете, я ее даже не припоминал. Интересно. Ну, в общем, такое открытие для всех, может быть, в каком-то смысле будет. Хотя, в принципе, все, опять же, не так уж и тайно было, на самом деле, да, то есть это в тексте есть, просто не привыкли видеть, привыкли искать другое, или нам задали уже направление поиска это. Ну, да, схватывайте общую конволу. По крайней мере, краткое содержание это точно не дает. А у нас современный человек, как привык, да, фрагментами вырвал и, в общем-то, доволен, да? Вот. И вот это состояние Рогожина перед убийством, это состояние человека, который сам сознательно выбирает не воскресать, да? То есть речь идет о том, что человек сознательно отказывается вот от радости этой Пасхи, и Мышкин ужасается этому внутренне. И как раз именно после этого разговора произойдет вот такой во многом мистический момент, обмен крестами. Кстати, вот этот обмен крестами есть вообще в ряде произведений Достоевского. И став какими-то братьями по кресту, мы можем понять, что у Мышкин как бы последний такой вот... Ну и самооплакивание, вот эта финальная, почти финальная сцена, когда они, когда слезы Рогожина текли по щекам Мышкина, вот, когда тут непонятно, это некий симбиоз плачет, оплакивает. Вот. И как ни крути, мы подходим, получается, к теме покаяния. Тоже вот готовясь и к нашей встрече, наткнулся на интересное, ну, наверное, на интересную статью «Рецепция Блаженного Августина». То есть, понятно, что Блаженного Августина, как правило, сейчас христиане вспоминают по произведению «Исповедь». Много из того, что он писал, не читали, а вот «Исповедь» практически читали все, потому что это, ну, такой очень интересный мемуарный очерк движения от греха к покаянию. Вот. И рецепция вот Блаженного Августина в произведениях Федора Михайловича, потому что ведь тема покаяния, она становится тоже чуть ли не центральной, объединяющей, такой магистральной красной нитью, соединяющей произведение его. Что дарует покаяние по мысли Достоевского человеку? То есть вот расчеловеченный Рогожин, который плачет над трупом своей жены. Что по мысли Достоевского там происходит? Как вам кажется? Ну, тут, опять же, такой масштабный, наверное, вопрос, и ответов тут, может быть, много. Это надо понимать всегда при работе с художественным текстом. Тут, я думаю, во многом, конечно, Достоевский идет след за христианским пониманием покаяния, изменения ума, это знаменитая, когда человек делает выбор, скажем так, отступить от этого греха, но сам не может справиться и обращается при этом к Богу. То есть вот такое сработничество, что ли, синергия Бога и человека, когда человек признает вот это бессилие, потому что сам он избавиться от этого греха не может. И до конца заглянуть в душу героя и сказать, да, произошло, произошла эта вспышка, стопроцентно, там, уверовал, что Рогожин изменился, мы тоже не можем. Вот в данную секунду, а так как человек меняется постоянно, мы знаем, что, как мы сказали, бытие на пороге, оно естественно для человека, Рогожин, ну, скажем так, сотрясается духом, назовем так. Происходит какое-то ужасание, что ли, от лицезрения вот этого греха. К чему это придет дальше? Сможет ли он изменить свою жизнь? Покается ли он окончательно? Мы не знаем. То есть это остается, опять же, вот за границами текста, как и со многими другими героями, собственно говоря. Вот еще один хотелось бы успеть разобрать проклятый вопрос Достоевского. Это из подростка главный герой размышляет. Зачем я непременно должен быть благороден, если это всего на одну минуту? Вот как разрез... Это понятно, этот вопрос, по идее, задает себе любой человек. То есть для чего я должен быть благородным? Как Екатерина Александровна отвечает на вопрос, который ставит Достоевский. Для чего вы должны быть благородны, Екатерина Александровна? Ну уж точно не потому, что это предполагает какое-то происхождение, и уж точно не потому, что это заявляет общество, только лишь. Это ответ человек самому себе, в первую очередь, и ответ перед Богом. Но перед людьми в плане не социальной, только действительности, ну ради, собственно говоря, каких-то, скажем так, современным условиям, донатов. Ну я буду благородным и хорошим для того, чтобы, то есть только в таком случае, с целью, получить раз, два, три и дальше. Здесь речь идет о том, что человек, в принципе, не может не быть благородным, если он хочет остаться человеком. И тут, конечно, речь идет в первую очередь о благородстве души. То есть, конечно, рождение, скажем так, не только по происхождению благородному, потому что мы прекрасно знаем, что и сам Достоевский к униженному, оскорбленному обращается, и, в общем-то, не все люди далеко там благородны по происхождению. Речь идет, конечно, о том, что человек должен включаться в некое родство Сыну Человеческим. И, в общем, посредством не крови напрямую, то есть не физиологическое только лишь, как мы привыкли видеть это родство, а именно духовное. То есть то, о чем апостол Павел говорит, что братья, у вас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. То есть вы должны, условно говоря, научиться за свою жизнь, условно говоря, даже трансформироваться настолько, чтобы смотреть на этот мир глазами Христа, говорить устами Христа, слышать ухом Христа. Не в смысле Христа слышать, а то, как он смотрел, то, как он слышал, то, как он говорил, то, как он чувствовал, вы должны научиться чувствовать. В этом смысле, мне кажется, Достоевский по-прежнему продолжает вот эту тему Христа, разъединенного от истины, но с которым он все равно остается, потому что жить его чувствованиями, смотреть его глазами, это то, к чему и он себя все время как бы так воспитывал и призывал читателей, которые читают его произведения. Кстати, не случайно вы из подростка именно цитату взяли, потому что это человек, который еще, скажем так, ну, формально, может быть, и достиг каких-то определенных лет жизни, то есть не совсем ребенок, но это молодой человек, который еще может передумать, передумать мы, конечно, можем и за секунду до смерти, понятное дело, Достоевский тоже не исключает этот момент. Он находится в стадии становления. Да, да, и поэтому этот вопрос, наверное, наиболее актуален, да, и я думаю, вот как раз для современной молодой аудитории наиболее актуален, потому что выбирать что-то непонятное, типа благородства, за которое ты ничего не получишь, а может быть и получишь, но не сразу, или может быть не здесь даже. В общем-то, знаете, какая-то сомнительная перспектива, да, возникает, поэтому человек, для того, чтобы это выбрать, должен, я думаю, еще и внутренне это прочувствовать, вот что-то пережить очень важный момент. Это такая тема свободы, потому что, как только ты себя осознаешь благородным, то есть благого рода, человеком рода благого, вот, это расширяет горизонт до бесконечности, то есть, условно говоря, теперь ты точно не раб, если уж так говорится. И вот эта мысль, кстати, о том, что все позволено, да, которую, ну, в принципе, вырывают из контекста, действительно, к разным эпизодам применяют, я думаю, здесь тоже будет работать, да, потому что, если, в общем, человек сознательно выбрал это благородство, то он позволяет себе только то, что согласно уже не только с его личным, хотя и не ем. Екатерина Александровна, к сожалению, и на сегодня время нашей беседы и нашей встречи подходит к концу, огромное количество мы не обсудили, но, может быть, это будет поводом для наших дальнейших встреч. Прощаемся с вами и с вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Читайте классику, хотя, конечно, в эпоху постмодерна меньше всего, может быть, кажется, надо читать Достоевского, но попробуйте это проверить на деле, на своем личном опыте. Храни вас Господь. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин